Драконные доспехи Драконные доспехи Драконные доспехи Я даже не обращаю внимание что такое возможно Ну вот давайте я здесь сохранюсь В всяком случае Ну что ж приступим Изучать наши доспехи Ну сыромятные Для этого в принципе не нужны Найлоки вообще никакие По моему можно с самого начала это делать Ни единого смысла нету делать Их можно просто купить Ну опять же в принципе есть смысл делать. Ну, хотя, лучше делать другие, но их можно делать только для одного, да, чтобы прокачивать свой навык кузнеца. Кто вот играл в Скайрим через кузнеца, он знает, что вы можете, в принципе, тупо стоять на одном месте и прокачать кузнеца до сотового левела. Ну, это образно сказано, конечно, то есть на одном месте вы не будете стоять, вам нужно будет побегать, там, продавать вещи, там, других кузнецов искать. Ну, сравнятно, это такое, самое убогое, что можно найти. Вот, ради чего мы пришли именно сюда. Драугровская, я не знаю, правильно читается, но не важно. Смотрите, многие, кто играли в Скайрим, да все, кто играли в Скайрим, они заходили в ковчеги, да, где, помните, вот эти зомби драурги. Из них выпадает убогое оружие, то есть, которое, в принципе, вначале можно поюзать, и толку от него нету. Но единицы знают, что это оружие можно апгрейдить. Вот именно. И только здесь мы можем драугровское оружие апгрейдить. Видите? Например, вот Секира, да? Что требуется? Древняя Норская Секира. Она выпадает из этих драургов. То есть, она слабая сама по себе, но после апгрейда, видите, она становится героической. То есть, Секира-героя. Также топор, меч, лук и двухручный меч. Вот. В принципе, тоже неплохо. Показатели хорошие. Секира 60. Это, в принципе, отличный показатель. То есть, например, если сравнить с железной, да, 46. Я буду делать акцент на Секиры, потому что я играю через Секир. Ну, вот вы видите. То есть, железная, стальная Секира, она не сравнится с той. Хотя, тут сделать очень легко. Так, где у нас еще Секира, подождите. Я пропустил, что ли? Ищем, ищем Секира. Я ищу... Вот она. Псетодин, видите? То есть, она сильнее даже стальной Секиры. Хотя, ее сделать очень легко, опять же. То есть, найти древнюю Норскую, а это вообще легко. Это ваша первая миссия будет Ветряной пик, да? Там вы... Вы пойдете искать коготь. Там вы 100% находите это оружие, приходите... Валя, просто ласся, и все готово. Все, идем дальше. Ох, железная. Вот, чем мне нравится именно железная, я люблю делать для прокачки уровня кузнеца. Вот именно это. Потому что требуется очень мало ресурсов. То есть, ну, полоски кожи их легко добыть, их легко очень купить. Вы можете купить как полоски, так и саму кожу и превратить в полоски. Потом можно убить рядом там волков и так далее. Железо, да, продается у всех практически. Можно также купить руду. Заметьте, что по-моему, только у железа, да, железная руда конвертируется в слиток из одной руды. Все остальное требуется две руды, получайте один слиток. А у железа нет. У железа одна руда, один слиток. Вот такие вот дела. То есть, железо, опять же, это начальный уровень, ничего хорошего в этом нет, тяжелое, бесполезно, но это очень хорошо для прокачки уровня. Кстати, заметьте, что лучше всего прокачивается уровень кузнеца именно от стоимости того, что вы сделали. То есть, вот тяжелая броня 125 и железная булава. То есть, если мы будем делать броню постоянно, да, мы будем получать гораздо больше опыта, нежели мы будем делать булаву или там какие-то перчатки бесполезные. Это тоже очень важно для кузнецов. Клепаная тоже бесполезна. Я бы вообще удалил из игры эту чушь. Ну, имперская такая, средненькая, да, опять же, вам гораздо легче просто пойти где-нибудь найти эти доспехи или зайти в казармы, да, и ограбить. То есть, в некоторых казармах там просто валяется весь шмот. Ограбить на себя одеть и готово. Их делать смысла ноль. Опять же, я уже говорил, для прокачки уровня лучше, например, железный делайте. Ну, остальное то же самое. А, нет, почти то же самое. Опять же, здесь много ерунда, да, здесь можно делать только оружие хорошее остальное, например, вот, вы видите, что секира 51, да, а здесь, например, железная будет послабее секира, я уже показывал. Это, по-моему, 40 с чем-то. 46, видите, да? Но, здесь есть еще отличные доспехи, чтобы их делать, вам тоже нужно прокачивать умения. Это пластичная броня, тоже отличная броня, довольно хорошая. Но, вы тоже можете легко ее достать. В этом городе, да, в таверне, там в самом конце, вот, вы вошли в таверну, самый дальний столик, там сидит девушка, в этом полном сете, да, вот этот вот, пластиковый сет. Ой, пластичный, пластиковый, пластиковый, о, господи, что я несу? Ладно, пластичный, там сидит девушка, ну, вы там говорите, давай поспорим, вы там потом бьете ее руками, у вас драка, да, и она потом приходит под ваше управление, вы ее берете с собой, идете на миссию, ее так, чисто случайно, убивают, и вы забираете полностью ее сет, все, профит. То есть, его делать тоже, в принципе, смысла нету, никакого, так, где там вот, пластичного, ну, пластичного оружия нету, есть только сет, то есть, одежда. Кожаная тоже, очень хорошая броня, в том плане, именно для повышения навыка кузнеца. Просто делать, чтобы ее носить, смысла мало, хотя у ней, видите, тоже хорошая броня, хороший уровень. Ну, у нее хорошая броня, потому что у меня прокачана легкая броня, поэтому хороший показатель. Но, опять же, просто делать, чтобы носить, смысла нету. Но, ее очень хорошо делать для прокачки уровня, как я уже сказал, потому что она требует только кожу и полоски кожи. Кожи, то есть, например, вы сделали железную, там, на максимум, да, броню сделали, сделали, у вас кончился железный слиток. При этом у вас остались полоски кожи и обычная кожа. Переходите сюда, прокачиваете броню. Заметьте, делайте именно броню, не нужно делать наручи сапоги, это все чушь, это мало увеличивает опыт. Именно вот броня. Дальше идем, двимерская тоже отличная броня, начальная, очень хорошая двимерская броня. Это тяжелая броня, и, при этом, она очень хорошо защищает. Ну, и красиво тоже выглядит. Вот мы видим, да, двимерская секира, 57. Даже двимерская секира слабее, чем драугр. Драугр, раугр, 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 видите, 60. Вы, вот понимаете, то есть, с самого начала вы можете уже взять, сделать одно из самых сильных оружий. Ну, двимерская броня, ну, это хорошая, безусловно, броня, для тех, кто любит тяжелые доспехи. Так что, собирайте. 46, ну, неплохо, да. Дальше, вот эльфийская, например, двимерская, хорошо для тяжелого боя, правильно? А вот эльфийская, идеально подходит для легкого, ой, не для тяжелого боя, для тяжелой брони, а эльфийская броня, для легкой брони. Ну, заметьте, опять же, что можно ее самому не делать, можно просто пойти и убить этих эльфов. Есть такая тема, они очень часто ходят возле городов, да? Как же называется, делегация? Я вот не помню, полное название, это, по-моему, там, короче говоря, какая-то делегация, там ходят три человека, один маг и два защитника. Подходите к магу, он там что-то спрашивает про веру, вы говорите, а, вы ничего не говорите, просто три точки нажимаете, то есть, чтобы промолчать. И он говорит, пафосно, Вася, ты мне что-то не нравишься, давай мы тебя здесь, не знаю, порешаем, все, они нападают на вас троем, вы убиваете троих, у вас полный сет эльфийской брони, оружие там, потом доспехи мага там, и вам за это не дают штраф, за то, что вы напали сами. Профит. Хорошая броня, можно сделать, но лучше пойти и отобрать. Дальше идем. Ну-ка, а сколько у нас здесь эльфийская секира, мне интересно, 60, вот, то есть, вот наше оружие, драугрское, сравнилось с эльфийской. Орщи, орщи доспехи, тоже отличные доспехи, очень хорошие доспехи. В первую очередь, тоже, само собой, это тяжелые доспехи, но они очень красивые и хорошие. Поэтому, если вы прокачались до них, собирайте. Я не помню, у кого их можно отобрать. Их, по-моему, еще можно покупать, знаете, где в ворских поселениях, есть такие специальные поселения, там вы входите, вас, по-моему, сначала прогоняете, потом вы приносите им перчатки кузнеца, и они вас принимают туда. Вот, там можно уже покупать готовые, ну, или прокачиваться самому делать. Где у вас там секира, есть секира? А, вот. Заметьте, что везде в начале секира, а здесь почему-то в конце. Ну, 54. Тоже неплохо. Вот, эбонитовая тоже. Ну, само собой, это уже одно из топовых решений. Это очень хорошая броня, но эбонит, он появляется довольно поздно в игре. Хорошая. Секира 66, вы видите, какая красота. Ножичек. Тоже очень красивый сет, конечно же, но очень красивый. Двухручный меч. Дальше, стеклянная. Кстати, почему-то эбонит выше стеклянного, хотя должно быть наоборот. Сначала стеклянная и появляется, потом эбонит. Стеклянная броня тоже великолепна для легкого боя. Она еще очень красиво выглядит. Ну, вот наша секирка, 63. получает стеклянная, но как-то у них сильнее. Ну, вот эбонит, это само собой сильнее, потому что он позже появляется, да. Очень красивый сет, кинжальчики, щиток. А, и потом идет, нет, сначала мы начнем с доэдротической. Сколько я помню, в Обливиан и Скайри, ой, и в Моровинде, да, самые сильные доспехи были именно доэдротические. Доэдра. Это здесь сделали доспехи потом драконии. Ну, вот, очень, это самый красивый сет в игре, я бы сказал. Я бы взял бы его, если бы у меня драконии были бы послабее. Очень красивый сет, само собой, показатели топовые, 71. Кстати, вот это вот оружие, доэдротическая секира, да, она самая сильная в игре без дополнений. Но, если мы, например, купим дополнение от дракона Борис, да, там, помню, как называется, ну, какое-то дополнение есть, дракона Борис, по-моему. Там добавляется драконие оружие. Видите, да, что в настоящем Скайриме, да, в простом, у него нету оружия из костей дракона. У нас только есть сет. Оружие добавляется только с помощью дополнения. Но там оружие, он чуть-чуть сильнее, чем диэдротическое оружие. А доспехи у нас уже сразу есть, это хорошо. Вот очень красивый щит. Ну, например, секира наша, да, 71. И вот самые топовые доспехи это у нас драконии. И заметьте, что везде, да, есть один только тип брони, например, стеклянные, легкие, доэдра, тяжелые, эбони, тяжелые, орчи, тяжелые, эльфийские, легкие, двемерские, тяжелые, кошеные, легкие, стальное, тяжелые, имперские, по-моему, легкие, правильно? Да, легкие. А, не, смотрите, имперские и легкие, и тяжелые. Также и драконии, и легкие, и тяжелые идут. Но они, само собой, отличаются видом. Топовая броня, просто топовая. Очень хорошо защищают. Но, оружия, к сожалению, у нас нету, драконьего. У тех, кто не покупал. Ну, что мы можем сделать, драгоценности? Кстати, может, кому-то будет полезно, что лучше всего драгоценности сделайте кольца. Потому что, вы будете получать вместо одной драгоценности, например, вот, золотое жерелье, вы будете получать сразу два кольца. Это очень большая выгода. Вот уж другая история. Вот такие вот у нас пироги. Я вам показал все доспехи, все оружие в игре. Вот вы все сами видите перед своими глазами, да? Броня, отлично, дракония. Все это можете получить, просто прокачиваясь через кузнеца стати. У этого мужика, как раз, который здесь находится, вы можете прокачивать свой навык кузнеца. Там, по-моему, до 90-го левела или до 80-го. Но, лучше всего, не покупайте, да, навык, а лучше сами. Закупайте ресурсы и делайте бесконечно, как я уже сказал, да? То есть, делайте, например, можно вообще все доспехи делать, но делайте именно броню. То есть, у вас еще не будет, аэдра, дракония не будет у вас. Например, стеклянная броня. У вас есть ресурсы, а вы все покупаете ресурсы, все типы ресурсов. Сделали броню, кончилось, пошли дальше. Эбонитовой не будет. Орчу сделайте броню, да, потом эльфийская, двемерская, и потом в самом конце уже по КД просто железное чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик наделали. Потом кожаное чик-чик-чик-чик-чик и все. Такими темпами вы прокачиваете себе кузнеца и будете ходить топовых доспехов. Ну все на этом. До встречи в следующем выпуске. Кстати, я наверное постараюсь сделать, чтобы мой союзник был весь в сете, а хотя не факт. Прикинь, как будет красиво, да? Два таких драконных наездника без драконов. Ну ладно. Все, до следующего выпуска.